Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice с Mortal Kombat X, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Всё делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. При покупке двух персонажей линейки Injustice 2 введите промокод и любой персонаж из режима Прорыв качается бесплатно. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Injustice Mobile и сегодня у нас обзор на новенького персонажа Bad Girl Русарь Архама. Решил начать с неё, потому что в предыдущий раз, когда записывал первый взгляд, я вообще её никоим образом не выделил, я даже не поиграл этим персонажам и поэтому в целом начнём именно с него. Проходить я буду не в сражениях по сети, потому что они забанены, но вы сами понимаете, новые персонажи, новые персонажи, они естественно банятся, ну сам аккаунт банится, и таким образом в сражениях по сети я поиграть не могу. Но в целом я-то особо и не расстраиваюсь, потому что это ломанный читерский аккаунт и понятное дело, что его заблокируют. Главное перейти сейчас в играть и попробовать пройти последнюю локацию. Заодно я буду обозревать и персонажей, а также проходить ещё и локации. Совместим сразу же два дела, потому что я не хочу отдельно записывать ролик по данным локациям, всё-таки они довольно слабые. И если уже и записывать, то только на своём основном аккаунте, а на основной аккаунт я перейду только после того, как сделаю обзоры на всех четырёх персонажей. А пока давайте начинать. В общем, вот она эта локация. Здесь мы начнём с Бэтмена Красного Сына, с Ламона Гранди Красного Сына и Дестрока Красного Сына. Но перед этим, перед этим, конечно же, посмотрим на команду Харли Куин Рыцари Архема, Бэтгёрл, Женщина-Кошка Рыцари Архема. И, конечно же, на самого нового персонажа Бэтгёрл. А почему здесь одни персонажи Рыцари Архема, вы сейчас поймёте. И начну я, конечно, с пассивной способности. Я прикрою. ОА1 и ОА2 Бэтгёрл могут быть неблокируемы. Персонажи Архема могут быть спасены от одного нокаутирующего удара. Бэтгёрл сменит их и использует дымовую шашку, которая может оглушить. Персонажи Архема. Поэтому я и поставил персонажей Рыцари Архема. Таким образом, можно совместить сразу же всю команду, поставить на неё клёвую экипировку. Если вдруг нас добьют, но мне кажется, что нет, потому что всё-таки это не битвы по сети. Если в следующий раз получится, то я постараюсь как-то поиграть в битву по сети, потому что всё-таки там гораздо интересней. Ну а здесь мы посмотрим в целом на самого персонажа, на тактику игры персонажем. Ну и в целом всё. ОА1 и ОА2 это спецприём 1 и спецприём 2. Что ж, давайте сейчас глянем на статистику. Урон 65 тысяч, здоровье 118 тысяч. Крит-урон 250%, 50% шанс критического удара. Всё это почему? Всё это потому, что в целом она прокачанная полностью. Прокачены модификации, прокачены карты экипировки. Прокачено в целом всё здесь. И поэтому персонаж сам по себе будет, конечно же, нагибать, как мне кажется. И можно играть только этим персом. И мне кажется, тащить все битвы. Вот как выглядит данный перс. Что-то здесь его немного то ли укоротили, то ли мне так кажется. Потому что видно только туловище, голова и руки. Ну, хотя это всё-таки не Mortal Kombat X Mobile, а Injustice. Ладно, что ж, переходим к спецприёма 1. 43 тысячи урона. Для спецприёма 1 это не так уж и плохо. Искусство обмана. Бэтгёрл использует дымовую шашку, чтобы оглушить противника во время атаки издалека. Не отставай. Спецприём 2 65 тысяч. Для спецприёма 2 это как-то так. Так, оглушающий противника, Бэтгёрл наносит серию быстрых атак. Ну, в целом, опять же, оглушает противника. Ходьба по канату. Это спецприём 3. Он не блокируется. Сочетая невероятную акробатику с потрясающей силой, Бэтгёрл сокрушает соперника. 162 тысячи урона. И вот это уже более-менее. Наносит дофига урона. И таким образом мы, в принципе, побеждаем любого перса очень быстро, очень легко. Поэтому и непринужденно. Самое главное. Поэтому давайте начинать. Женщина-кошка Рыцаря Архема здесь тоже имеется с экипировкой Лекс Корп. Также здесь есть Харли Куин Рыцаря Архема с экипировкой Ята Ганроса Альгула, Капюшон Адепта Лиги Убийц и Двойные Револьверы. Ну и, конечно же, сама Бэтгёрл экипирована наноуглеродной маской. Давайте на неё посмотрим. Увеличение максимального здоровья на 22%. Таким образом, здесь можно играть только лишь одним спецприёмом 1 и мы будем наносить просто колоссальный урон. Я на это надеюсь. Плащ Судьбы. Усиление критического удара на 50%. Больше урона от критических атак. Увеличение урона на 200% противника оглушения. Против оглушения. 20% шанса оглушить при смене. И последнее. Это ножи Адепты Лиги Убийц. Увеличение набора силы на 30%. Усиление урона первой особой атаки на 40%. И 100% на эффект по площади. Команда противника несёт 50% от первой особой атаки. Как-то так получается. И теперь давайте, наконец-таки, начиная с бой, пройдём, возможно, даже полностью эту локацию. Я на это надеюсь. Да, я потратил очень много времени на то, чтобы объяснить, каким образом, возможно, в каком-то плане правильно играть с этой тимой. И на это мы сейчас и посмотрим. Что ж. Играть я, конечно же, буду непосредственно на самой Бэтгерл. Отлично, уже нанесли пару ударчиков. И это половина здоровьев у этого Бэтмена. Ну, вот это мне, конечно, нравится. Здесь мы проводим. Вот так, опрокидывающий. И сразу же спецприём-2. Там оглушение работает, не работает. Я что-то не помню. Но всё-таки здесь я ударил в блок. Я сам виноват. Ну, чё поделать? Неплохо так. Подойди-ка сюда, кабанчик. Стоп. Это блок. Хорошо. Блин, вы посмотрите. Он ещё успевает блокироваться. Нехило так. Но ничего страшного. Всё, мы вот такой вот прыжок сделали. Здесь спецприём-1 с оглушением. Подойди к нему ещё раз. Оп. И давай проводим. Проводим на все 170%. Выносим этого персонажа. И вот здесь, под конец, я хотел... Я хотел нанести урон. Но, к сожалению, он меня опередил. Он нанёс спецприём-2. В целом, мы победили только лишь одной Бэтгёрл Рыцарь Архаман. Но здесь особо-то и гордиться нечем. Потому что 302 тысячи урона за 39 секунд это неплохо. Но это локации. Это не битвы по сети. Конечно, интереснее посмотреть на персонажа в битвах по сети. Но, к сожалению, они заблокированы. А ролик как бы записать нужно. Потому что многие спрашивают, где ролики, где ролики. А из-за того, что у меня всё, по сути, заблокировано, я записать их не успеваю. Мне, когда Артур делает аккаунты... Большое спасибо тебе, кстати, за это. Я не замечаю иной раз его сообщение. И когда только замечаю его, уже оказывается, что этот аккаунт, опять же, заблокирован. Как-то так получается. И это не очень хорошо. Что ж, давайте перейдём на следующий бой. Посмотрим, что у нас здесь. Я даже не обратил внимания на команду. Но я думаю, это не самое главное. Главное сейчас победить эту команду. Всё остальное не важно. Выпускаем снова Бэтгёрл. Здесь я хотел так же поступить, как и в предыдущий раз. Но тут у нас зелёный фонарь со своей бронёй. И это не очень хорошо. Ну, сблокировать здесь у меня не получилось. Поэтому... Не важно. Не важно. Оглушение не сработало. Давай, давай, давай. Добивай. Отлично. Вовремя. Вовремя выскочила... Выскочила кто? Харли Куин. Правильно. Так. И здесь вот я сейчас буду наносить снова спецпрям один. Ставим блок. И давай. Вот так вот. 16 тысяч урона. Оглушение. И добиваем на все 200%. На 185. Вынесли. Здесь мы ставим блок. Заблокировались. И дальше спецприём один. Я думаю, здесь не важно. В блок, не в блок я ударю. Это всё равно победа. Мы прошли эту битву даже быстрее, нежели чем предыдущую. Но несли в два раза меньше урона. В предыдущий раз это 300 с лишним тысяч. Сейчас это 91. Неплохо. Бэтгёрл. Супермен. Красный сын. Бэтмен. Красный сын. Здесь самое главное не показать в целом правиль... Не то чтобы правильность, а суперскую игру этим персонажам. Нет. Главное понять, как правильно им играть. И как раз таки здесь, в принципе, понятно, как это можно сделать. Вы просто накапливаете спецприёмы. Накопив спецприёмы, вы побеждаете в каком-то плане без лишних проблем. Давайте сейчас попробуем накопить спецприём 3. Посмотрим на него. Всё-таки обещает 162 тысячи урона. Хочу посмотреть на эти суперские 162 тысячи. Так, отлично. Уже спецприём 2 мы накопили. Неплохо. Здесь я ставлю снова блок. Супермен как-то увлёкся немножко. Так. Отлично. Мы накопили спецприём и смотрим на него. Сколько урона я нанесу? Вот как вы думаете? 162 тысячи будет? Будет. Я уверен. Но, возможно, даже больше. Благодаря квиту. Сейчас узнаем. Так, проткнули его. Ииии, блин. Я не заметил. Я не заметил, если честно. Возможно, даже не отобразился урон из-за того, что я, по сути, не старался как-то особо взять и нанести урон в то время, когда у персонажа есть хотя бы какое-то здоровье и когда все три персонажа живы. Просто не всегда отображается урон, когда ты нокаутируешь сразу же противника. Здесь я потратил 51 секунду. И то я потратил 51 секунду только потому, что хотел накопить спецприём 3. Посмотреть, сколько урона я нанесу. Но я этого не сделал. Я этого, к сожалению, не сделал. Что ж, восстанавливаем энергию. Попробуем сейчас ещё раз сыграть чудо-женщину с Ламон Гранди Хелл Джордан. Хелл Джордан. 102 тысячи здоровья и 40 тысяч атак. Но при этом он очень-очень быстро теряет здоровье. Поэтому, если вдруг повезёт, то выскочит Харли Квинн, начнёт по нему палить. Ну и я, конечно же, таким образом добиваю этого перса очень быстро. Использую эту же самую Бэт Гёрл. Ещё раз смотрим на данного персонажа. Оглушение сработало и сразу же половина здоровья. Так же это работает и в Битвах по Сети. Приблизительно. Так же. Наверное. Я, честно говоря, не знаю. До сих пор никак не могу поиграть с этими персонажами в Битвах по Сети. Улучшение сил. Ну ладно, бывает. Что поделать. Зато здесь мы сейчас оглушаем. И спокойно, спокойно набиваем. Курс 170% на кулатированного персонажа. И это победа. Остаётся Соломон Гранди. Я попытался сделать какой-то суперский прыжок. Но, к сожалению, у меня не получилось. А точнее получилось со второго раза. Но только со второго раза. За 28 секунд победила эту команду. Ну потому что здесь было два красных сына и Хелл Джордан. Это не очень клёвое светочитание. Ну вообще не клёвое. Дестроу красный сын. Супермайн красный сын. И чудо-женщина красный сын. Вот это я понимаю суперская тима. Наверное. Давайте посмотрим на это. Я думаю, что пройдём мы сейчас её очень быстро. И что нам нужно посмотреть? На спецприём 2. Я, в принципе, уже показал вам все спецприёмы. Я также продемонстрировал вам в каком-то плане. Хотя не совсем продемонстрировал пассивку. Но можно сейчас это сделать. Давайте поглянем. Всё, что нам требуется, это дождаться, пока добьют, например, да, например, ту же самую Харли Квинн. Почему бы и нет? Так, и должна сработать пассивная способность. Ну, как я понимаю. Оп, да, срабатывает пассивная способность. Мы оглушаем персонажа. Дальше я использую спецприём 1. И, возможно, даже в каком-то смысле мы его добиваем. Да, так и есть. Ну, неплохо, я вам скажу. Я вам скажу, что неплохо так получилось одолеть эту команду. Я думал, что всё будет гораздо хуже. Так, я даю сейчас избивать своего бэтгёрл, потому что хочу накопить спецприём 2. Я его накопил и добил Супермена. Но всё равно сработано всё было на ура. Сделано было всё так, что пассивка сработала. И сработала просто превосходно. Мне понравилось. В целом, блин, персонаж отличный. Не знаю, какие минусы выделить. Вроде как минусов нету. В бэтгёрл никогда нет никаких минусов. Я, помнится, играл обычный бэтгёрл. Не именно это, а обычный бэтгёрл. И демонстрировал её чуть ли не в каждом ролике. Когда собирал команды, бэтгёрл очень сильно выручал. Она наносила при спецприёме 1 на оглушение. Благодаря крит-урону около 200 тысяч урона. Что-то приблизительно выносило сразу же персонажа. Сразу же, буквально. Эта бэтгёрл, по сути, делает всё то же самое. И этим она мне и запоминается. Мы прошли первую локацию. Но первая локация, она, конечно, одна из самых таких, скажем, что ли, лёгких. И вот здесь вот, конечно же, будет самое интересное. Бэтмен на заре справедливости с 414 тысячами здоровья и 149 тысячами атаки. И давайте вот тут мы тоже попробуем чё-нибудь сделать по-быстрому. Возможно, пройдём только эту команду, а уже Бэтмена я пройду следующий. Когда соберу там, например, Тиму с Акваменом новым, например. Потому что сразу же всё в одном ролике показывать я не хочу. Это неинтересно. Так, давайте посмотрим. Как я быстро одолею эту команду. Я постараюсь одолеть только лишь одним персом. Бэтгёрл, например. О, не-не-не-не, вот здесь я блок забыл поставить. Отравление это, конечно, плохо, но не критично. Но не так уж критично, как кажется. Так, набиваем, набиваем 175% нокаут. Отлично. Не, а чё это за смена-то? Что это за фигня? А, ну здесь ясно, рандомный выбор персов. Ну так неинтересно, так неинтересно. Либо это я просто нажал нечаянно. Я даже не знаю, короче. Это, скорее всего, я нечаянно нажал на персонажа и не заметил этого. Бывает же такое. Так, ставим блок. Ну, можно сказать, что я здесь эту команду одолел только лишь одним персом. Динамит? Нет, цветочки. Хорошо, целуйся. Целуйся лучше с этим цветком. Так гораздо безопаснее. Блин, когда она успела заблокироваться, я же вроде специально контр-отковать начал. А она взяла, зараза, и заблокировалась. Ну как так-то? Так, блок. Как знал. Вырубит, не вырубит, вырубила. Все-таки вырубила, блин. Ну как же так можно делать-то, женщины? Не хочу использовать спецприемы. Просто не хочу. Победа. Харли, вот что ты сделала? Зачем ты вырубила мне персонажа? За минуту 444 тысячи урона. Неплохо. Даже очень хорошо. Но здесь как-то Бэтгерл мне не совсем понравилась. С тем, что я ей как-то криво сыграл. А, нет, даже куча боссов идет. Вот вы посмотрите, Бэтмен, женщина-кошка и так далее. Я просто еще не приходил на эту локацию. Для меня это все в новинку. В общем, как-то так получается. Да, пока что на этом все. Надеюсь, вам обзор этого персонажа понравился. Смотрел я на него сам, скажу сразу, впервые. Но, блин, скажем так, что мне он нравится. Да, я бы его стал прокачивать. Но, к сожалению, это очень сильно затруднительно сделать. Не знаю, даже попадают они сейчас из паков каких-либо. Либо можно их приобрести в коллекции. Посмотрим чуть позже. Пока что на них даже испытания как такового не было. Кроме вот Крока. Вот на Крока было испытание. Оно до сих пор длится. Еще 8 дней будет идти. А на всех остальных непонятно. Либо их можно будет выиграть в режиме сражениях по сети. Либо их можно будет выиграть в тех же самых испытаниях. Посмотрим чуть позже. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.